Здравствуйте, мои дорогие подписчики, здравствуйте, зрители моего канала, здравствуйте, наши дорогие скорпиончики. Спасибо вам за ваши лайки, комментарии, за обратную связь, очень приятно. Благодарю. Смотрите, пожалуйста, на моем канале. Реулярные торрозы, общие прогнозы для каждого знака забилка. И есть расклады, которые имеют рамок на различные темы. Карьера, любовь, работа, отношения. А сейчас, наши дорогие скорпиончики, будем смотреть ваш торопрогноз на март месяц 2023 года. Вот я вижу, что эта карта означает работа в команде. То есть, если что-то у вас будет, какая-то задача, что-то нужно будет решать, что-то новое развивать, то, пожалуйста, делайте это в команде. Итак, первая карта для наших скорпиончиков на март. Десятка. Сейчас замечательная карта. Это веселье, благополучие, когда заканчивается какой-то замечательный этап в жизни. Чего-то добились, что-то решили, что-то собрали урожай, образно говоря. Есть какие-то плоды, есть чему радоваться. Семейный может быть какой-то праздник. То есть, это радость, всеобщее празднование. Точно так же хорошее отношение в семье, в доме. И празднование в коллективе, в том числе, это возможно. Может, хорошую сделку празднуете будете. И хорошее отношение в коллективе. Следующая карта. Это двойка пентаклей. Это такая нестабильность некая. Когда, может быть, будете думать, куда потратить деньги. И сюда надо, и туда надо. Может быть, есть еще вариант, когда люди пользуются чужими деньгами. То есть, прокручивают, грубо говоря. И такая вот, в общем-то, нестабильность. Если будет у вас какой-то выбор стоять перед вами, то вы даже не будете знать сами, что вам выбрать. То есть, сегодня я хочу одно, завтра другое. Вот такая нестабильность. Это нужно переждать. Следующая карта. Для наших скорпиончиков. Это карта жрицы. Старший аркан. Он говорит о том, что нужно прислушиваться, прошу прощения, к своей интуиции. Она вас не обманет. Это карта говорит о том, что кто-то что-то скрывает, недоговаривает, недоделывает, недопоказывает. Что-то от вас может скрываться. Чего-то вы не замечаете, может быть, сами. То есть, будьте внимательны. Такое может быть, что кто-то что-то недоговаривает, недопоказывает вам все. И это касательно и деловой сферы. Будьте внимательны. Еще одну карту на жрицу. Что это может хоть касаться? Все-таки это работа. Видите, вернулась в колоду обычно. Мне так и бывает. Вот эта карта, которая светилась. Это касается коллектива. Кто-то в коллективе или по работе в коллективе, по работе это что-то недоговаривает, недопоказывает, недорассказывает. Что-то вы чего-то не замечаете, чего-то вы не видите. Вам что-то недорассказывает. Присмотритесь и все проверьте. Это касательно коллектива, работы, денег. Вот в таком духе. Так, дальше наши скорпиончики. Кролода, колесо года. Первая карта жезлы. Шестерка, карта победителя. Замечательно. Вы на коне, вы свинком на голове. Вы добились своей цели, своего желания. Вы молодец, вы победитель. Люди видят, что вы это заслужили, эту награду. Вы получите награду за свою победу. Это может быть и премия, и повышение должности, и повышение зарплаты у кого-то может быть. То есть, какая-то награда будет вас ждать. Вы победитель, вы на коне, вы заслужили своим трудом. Следующая карта, это принцесса жезлов. Это может быть дети, общение с детьми знака огня. Также это может быть какая-то новость касательно бизнеса, нового, чего-то, новые какие-то начинания. Ожидание новости, получение новости. Вот касательно развития дальше какого-то дела. Так, еще одна карта из этой колоды. Король чаш, это водный знак. Скорпионы, это у нас вода. Это можете быть вы сами. Такие, знаете, эмоционально уравновешенный мужчина, добродушный, который всегда даст нужный совет, подскажет, расскажет и поддержит. Вот это можете быть вы сами. А может быть рядом с вами есть такой человек, которому наоборот, вы будете обращаться за помощью, за подсказкой какой-то, за помощью, в совете. Или же вам нужно будет проявить вот такие качества. Кому-то помочь, кому-то подсказать что-то. Вот так вот. Следующая колода. Карта дьявола. Старший аркан. Скорпиончики. Дьявол может, говорит о том, что может появиться такая ситуация, при которой могут вскрыться все ваши какие-то страхи и комплексы, вылезти наружу. Будьте внимательны. Естественно, дьявол говорит о соблазне. Тут может касаться чего угодно, как и легкого заработка денег, как и в любви. Это может быть еще говорить о какой-то зависимости. У кого-то, может быть, есть какая-то зависимость от чего-то. Вот она тоже может быть очень хорошо вылезти по этой карте. Также, естественно, страсть, сексуальные инстинкты. То есть могут быть какие-то сексуальные приключения. Будьте внимательны по дьяволу. Это очень сексуальные приключения. И очень приключения. Король мечей. Это контроль, буква закона. Может быть, вам нужно будет принимать какое-то четкое, взвешенное и, главное, справедливое решение. На работе дома где угодно, по букве закона, учитывая здравый смысл и так далее. Или же рядом с вами есть такой мужчина, который может и начальник быть, и брат, и сват, и муж, который любит контролировать ситуацию, который умеет принимать очень здравомыслящие такие решения, и правильные решения, и справедливые. Так, следующая карта. Туз Пентакли. Замечательно. Зарождение какого-то нового дела, которое в последующем может принести хороший заработок, прибыль, награда. Это когда человек счастлив во всех сферах своей жизни, получение какого-то хорошего, такого дорогостоящего подарка. Возможно, удачный поворот в делах, получение финансовой прибыли и подарок. Также этот аркан указывает на новое знакомство, которое может перерасти в надежные отношения, полные радости и сексуального благополучия, и материальных благ в том числе. Так, давайте все-таки мы на дьявола. Что там дьявол у нас хочет? Что это такое может у нас, с чем связано дьявол-соблазн? Значит, девятка жезлов. Это неприятный опыт, осторожность, защита, отстаивание себя. То есть, смотрите, могут вылезти какие-то ваши даже вот страхи, переживания, и вы уже через это проходили. У вас уже есть опыт, поэтому не теряйтесь. Вы сможете защитить себя, вы сможете все это решить по дьяволу, то, что вылезет что-то плохое, потому что вы уже в такой ситуации, может, кто-то побывал и знает, как защитить себя, свое, я не знаю, идею, свое место, свою семью. То есть, тут вы будете подготовлены к дьяволу. Вот так вот я бы сказала. И второй совет для наших скорпиончиков, симпатичиков и старого ангелов. Так, достаю на март. Паж жезлов. Это то же самое, что была вот принцесса жезлов. Это карта такая вот творчества, начало чего-то нового, может, даже где-то озорства, потому что это может означать детей. Новости о захватывающей новой возможности, то, что я говорила здесь. И используйте свою креативность и изобретательность. То есть, тут не теряйтесь. Если что-то такое будет, вот у вас наклевываться, не теряйтесь. И следующая карта еще. Восьмерка жезлов. Тоже, кстати, тут у нас девятка. Восьмерка. Восьмерка жезлов. Это быстрая карта в колоде, которая дает быстрое решение каких-то вопросов, неожиданное решение, неожиданная новость, неожиданный поворот каких-то дел, событий. Что-то очень быстро произойдет. Может быть, кстати, перелеты, переезды в таком духе. События происходят в быстром темпе, многие вещи случаются сразу. То есть, у вас что-то может быстро разрешиться в этом месяце. И неожиданно еще одну карту достану. Безумец. Карта безумец. Это следуйте за своими мечтами, и у вас откроются неожиданные возможности. Люблю эту карту. Карта дурака. Говорят, ну, дурак нет. Дурак, он по жизни идет очень легко и просто. Он доверяет людям, верит миру. Вот, видите, карты советуют вам. Верьте, следуйте своим мечтам. И дурак, он идет за своей мечтой. Поэтому, учитывая здесь, нужно верить в себя. Идти вперед. И безумец, это начало какого-то нового периода, чего-то нового. Может быть, хорошего такого, нового и в отношениях. Может быть, и детей это касается, и по работе. Так что, вот такой получился второй прогноз для наших скорпиончиков на март месяц 2023 года. Приятного вам просмотра. Всего вам хорошего и до встречи на моем канале. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok